Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! На этой неделе появилась информация, что бензин подорожает до 70 рублей за литр. Эксперты предупреждают водителей, что стоимость топлива повысится уже в сентябре. Подорожание бензина предрекли специалисты одной из крупных негосударственных корпораций развития и ряд федеральных экспертов-экономистов. По их мнению, цена на топливо совершит скачок уже через несколько недель. По предварительным прогнозам, литр 95 марки бензина в розницу в Москве будет стоить 70 рублей. То есть в среднем стоимость литра прибавит в цене сразу 8 рублей. Регионы, по оценкам специалистов, общая тенденция стороной не обойдет. Но взлет цен должен быть не столь значительным. К причинам удорожения эксперты относят геополитические обстоятельства и базовые проблемы. Среди первой группы – перебои с транспортировкой топлива и железнодорожным транспортом, сокращение выпуска нефти. Среди базовых причин – продолжающийся в начале осени активный сезон отпусков и сбор урожая дачниками. Эксперты советуют автовладельцам пользоваться картами лояльности, чтобы сэкономить. И не исключают, что на фоне подорожания горючего в цене по цепочке подорожают логистические услуги, продукты и другие товары. Каждый четвертый россиянин жалеет о взятых кредитах. Опрос провел Суперджоп. Чаще всего – жаль денег, потраченных на оплату курсов и ремонт. При том, что каждый второй уверен, что покупка, приобретенная в кредит, была обоснованной. Между тем, стоимость кредитов для населения продолжает расти. Уверены аналитики с сентября. Выдача с суд станет для банков более затратной. К тому же не исключено очередное повышение ключевой ставки Центробанка. А это может отразиться на процентной ставке по кредитам. Многие торопятся успеть до осени взять взаймы у банков. А вот известные российские экономисты призывают людей отказаться от кредитов. Ведь это слишком рискованно. Так, брать или не брать в долг у банков – с этим вопросом мои коллеги обратились к местным экспертам. Есть кредиты? Пользовались когда-нибудь, нет? Да, конечно. Как вообще к ним относитесь? Ну, положительно. Почему? Ну, если вовремя платить, то проблем не создается. На то, что проблем не возникнет, надеется каждый заемщик, когда берет кредит. А банковские займы у населения нашей страны, как и многих стран мира, весьма востребованы. По оценкам экономистов, кредиты есть больше, чем у 50 миллионов россиян. И многие из них именно сейчас снова желают взять взаймы у банков. Спешат заемщики из-за возможного роста ключевой ставки. Очередное заседание Центробанка пройдет 13 сентября. И, соответственно, повышение процентов по кредитам. Вопрос, брать или не брать, у барнаульцев вызвал разные суждения. Не при нынешней ситуации, которая творится у нас на рынке. На данном отрицательно. Ставка очень высокая. Нет. Сейчас точно нет. Я потерплю. Иногда выручают. Приходило в жизни брать кредиты. Ну, сейчас вот я взял ипотеку, чтобы помочь детям. Прямо сейчас кредит может быть, потому что инфляция, она съест эти деньги, если ставка будет фиксированная без всяких там подводных камней. То есть, наоборот, может быть даже выгодно. Известные российские экономисты призывают людей отказаться от кредитов. Мол, слишком рискованно для заемщиков на фоне растущей инфляции и стоит дождаться стабилизации экономической ситуации. Местные эксперты не столь категоричны. По их мнению, верить в снижение темпов роста цен точно не стоит. И если кредит не блажь, а жизненная необходимость на лечение, покупку первого жилья, при правильном расчете вполне возможно и рискнуть. К тому же, уверен барнаульский экономист, повышение ключевой ставки Центробанком не сдерживает, а наоборот разгоняет инфляцию. На мой взгляд, в этих решениях логики нет никакой. То есть, они, особенно в современных условиях, только вредят экономике, бизнесу и людям. То есть, чем выше ставки кредитные, тем выше нагрузка, выше издержки фирм, выше цены. То есть, это один из стимулов инфляции, ради которой, собственно, борьбы с которой, нам говорят, и повышается. В то же время, говорит Ишболдин Кронберг, в нашей финансовой системе пора уже, в принципе, слезть с иглы массового потребления. Конечно же, кредит – вещь хорошая, полезная и в плане, так сказать, потребительском, очень серьезно влияющая на экономику. Но, с другой стороны, ну, как бы, старшее поколение, во всяком случае, помнит времена, когда никаких кредитов не было, и люди как-то жили, справлялись, так сказать. То есть, возможно, как бы, я намекаю на то, что возможно и другое, так сказать, развитие, другая модель, так сказать, или парадигма, как иногда говорят, развитие. В рамках которой, в общем, целая проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, они просто не стоят. Но пока отказаться от кредита в принципе, не готовы ни финансисты, ни многие рядовые граждане. Я не брала никогда кредиты и не планирую их брать. Ну, вообще, это удобно. Если ты точно знаешь, что с этим рассчитаешься, то и проблем не будет. Конечно, выручают, нужны. Кредит, говорят все, без исключения экономисты, требует холодного математического расчета. Его результаты дадут объективную картину, стоит ли залазить в долговую кабалу. В большинстве топовых банков средняя ставка по потребительским кредитам уже сегодня от 18% и выше. И она, убеждены аналитики, продолжит расти. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. Алтайский край присоединился к сбору помощи жителям Курской области. Пункты сбора открылись в первые дни вторжения в СУ. Как сейчас можно помочь жителям Курской области, многим из которых пришлось покинуть свои дома, расскажет наш корреспондент Ирина Корчагина. Вещи для деток мы сортируем по категориям. Вот, например, комплекты от нуля до двух месяцев, вещи от нуля до трех месяцев, комбинезоны зимние. То есть мы подготавливаем, все сортируем, все индивидуально упаковывается. Всего за неделю фонду за своих удалось собрать порядка 18 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области. В приоритете медикаменты, одежда, предметы личной гигиены, продукты длительного хранения, вода, новые спальные принадлежности, детское питание, подгузники. Пригодится все. Напомним, на прошлой неделе в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. По состоянию на 12 августа из Курской области эвакуировали уже больше 120 тысяч человек. Все эти люди, уезжая, брали только самое необходимое. Уже в первый день вторжения в СУ Алтайский край объявил о сборе помощи для жителей Курской области. В этот же день нами был выставлен пост, благотворительным фондом объявлен сбор, к которому очень активно подключились районы. Огромнейшее спасибо, вот прямо от всего сердца хочется сказать, жителям Тольменского района, жителям Красногорского района, Хабары, Славгород. То есть это люди, которые в течение суток-двух собрали целыми газелями помощь и в настоящее время она комплектуется на базе ГО. С утра до 10 мы их впускаем и ближе к вечеру уже все забирают. Огромными партиями вещи свозят на базу ГОЧС в Барнауле. Именно отсюда отправится фура в Курскую область. Кстати, жители страны и Алтайского края в том числе освоили новый и оперативный способ помощи через популярные маркетплейсы. То есть, живя за тысячи километров, можно оплатить заказ и его доставят в пункт выдачи в Курской области. Все подробности можно узнать в соцсетях движения «Мы вместе». Также штаб «Мы вместе» открыл сбор помощи в Краевом дворце молодежи в Барнауле. И это лишь малая часть того, что удалось собрать за несколько дней. В принципе, собрано уже свыше 250 килограммов гуманитарной помощи. Кто-то увидел там новость, кто-то увидел в соцсетях. Сегодня, допустим, молодой человек приходил и сразу уточнил, что нужно, пошел в магазин и принес медикаменты, принес средства личной гигиены. Работы достаточно много, потому что люди приходят постоянно в течение дня, приносят большими партиями, большими пакетами. Мы, когда принимаем, мы смотрим, что при нам принесли, то есть как бы на сроки годности, на состояние, то есть если детские вещи или вещи в принципе, мы смотрим, чтобы они были не порванные, не грязные. Все волонтеры находятся на постоянной связи с Курской областью, чтобы оперативно узнавать о том, что действительно сейчас нужно людям, которые попали под атаку ВСУ. Так, например, нужна помощь и вооруженным силам, которые были переброшены в Курскую область, маскировочные сети, амуниция, нательное белье. Срочный сбор гуманитарной помощи объявил и Народный фронт в Алтайском крае. Народный фронт Алтайского края объявляет сбор для пострадавших территорий Курской области. Нужны в большом количестве генераторы, средства РЭП для автомобилей скорой помощи, а также для других технических служб. На ваших экранах адреса пунктов сбора помощи в Барнауле. После 18 августа гуманитарный груз отправят в Курскую область, туда, где его сейчас очень ждут. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, День с толком. Но уже после сюжета накануне днем мы связались с представителями штаба «Мы вместе» в Алтайском крае, где активно ведут сбор помощи. На связи с нами Александра. Она расскажет, насколько активно участвуют в акции жители и когда помощь отправят по назначению. На данный момент собрано свыше 900 килограмм гуманитарной помощи. Сбор продлится до 18 августа. Отправку мы планируем 19 августа с 10.00. Мы очень рады, что так много людей откликнулись на сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Мы благодарны всем. Под звуки залпового огня он сочиняет музыку и помогает школе искусств на Донбассе. Мобилизованный из Алтайского края командир минометной батареи с позывным «Симба» рассказал нашей съемочной группе о том, почему он начал писать музыку на фронте и почему считает своим долгом помогать маленьким музыкантам Донбасса. Кадры словно из художественного фильма о войне. Но это не кино, а реальная жизнь. За пианино в полуразрушенном здании Бахмута солдат СВО с позывным «Симба». Парень – один из первых мобилизованных с Алтайского края. Как сейчас помню, звонит брат утром, говорит, тут какая-то фигня. Пришла повестка, мать плачет, что-то, говорит, не так. И все, вот это все вот так опустилось, загрустили. Ну, все, предпринимательству хана будет, всему хана, но ничего. Мобилизованный собрался, поехал в родной горняк. Оттуда на сборы в Омск. В это же время его земляки тоже уезжали, только в другом направлении. Проезжая мимо Веселоярска, есть граница с Казахстаном, Веселоярская таможня. Там такие колонны километровые были. И ребята, это у моего возраста, крепкие ребята. Вот. Тоже ехали в другом направлении, но чтобы не попасть в такую историю, в какой мы сейчас все находимся. А это общая беда, общая проблема. Сейчас в то время, когда не должны вы разбегаться, а когда должны, наоборот, все сплотиться. Прилет снаряда на расстоянии вытянутой руки, прилет дрона Камикадзе. За два года фронтовой жизни Симба не раз висел на волоске от смерти. Сначала боец служил в артразведке, после пошел на повышение. Сегодня он офицер, командует минометной батареей на бахмутском направлении. А в перерывах между боями музыка лечит свои раны. Передвигался небольшой группой с товарищами, зашли в один из домов, и вот обнаружил пианино. И сел что-то, тоже уставшие были, сел что-то, тыкал-тыкал на клавиши эти, и вот получилось такое небольшое произведение. Нот не знаешь, грамматики не знаешь, ну вот что слышишь, что чувствуешь. Музыка за это что? Это передача чувства, эмоции человека. Помимо боевых действий, Симба успевает заниматься и волонтерской деятельностью. Вместе с Народным фронтом организовал сбор музыкальных инструментов для школы искусств на Донбассе. В школе необходимы музыкальные инструменты, это вот гитары шестиструнные, акустические, скрипки. Пианино у них есть, пианино им хватает, тоже уже побрякали там. В основном это какие-то бытовые предметы, еще тетради для учебы, нотные вот эти тетради. Народный фронт уже передал две скрипки от неравнодушных, но для полноценного образовательного процесса требуются дополнительные инструменты. Ученики в знак благодарности организуют концерт, а волонтеры, в частности наш Симба, запишут видеопривет от маленьких музыкантов. Кстати, боец сейчас в отпуске, но уже на следующей неделе вновь отправится на передовую к своим ребятам. До отъезда солдату нужно многое успеть, но самое важное – побыть с семьей и насладиться небом, которое, к счастью, не тревожит удары беспилотников. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в России. Как обстоят дела с коронавирусом в Алтайском крае и какой вирус настораживает врачей больше, чем уже привычный COVID? Расскажем в сюжете. Почти пять лет, как он с нами. COVID-19 все еще принято называть новой инфекцией, но в популяции он уже давно как свой. Да и эпидемиологи уже научились прогнозировать поведение коронавируса. Так что рост заболеваемости специалисты называют закономерным процессом. Когда-то смертельный вирус, который у него в жизни миллионов людей на планете, стал сезонным. Сложно сказать. Опять же, если опираться на исторические данные, то складывается так у возбудителей, что чем длительнее он находится в популяции людей, тем меньше он становится болезнетворным. То есть вот такой переход через множество восприимчивых организмов в большей части все-таки ослабляет его патогенность, но при этом может сохраняться заразность. В стационар продолжают попадать жители края с положительным тестом на коронавирус, но это единицы. А в целом, по официальной статистике, за последнюю неделю произошло снижение заболеваемости COVID-19 на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ситуацию называют контролируемой и в крае, и в стране. В Алтайском крае за последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекции на 25% по сравнению с предыдущей неделей. Всего зарегистрировано 21 случай за неделю. Для примера, за прошлую неделю в регионе зафиксировали 8603 случая заражения ОРВИ. Сезонный подъем заболеваемости ожидают в конце августа-начале сентября, что всегда связано с выходом на работу в детские сады и школы. Кстати, инфекционисты уверены, куда большую угрозу, чем коронавирус, сегодня несет грипп. И если вакцинацию от COVID-19 уже можно назвать избыточной мерой, то прививка от гриппа актуальна как никогда. Сейчас как раз пришло время начала привычной кампании против гриппа. И как раз вот те люди, кто находятся в группе риска, а по большому счету по тяжелому течению гриппа и осложнениям COVID-19, это примерно одинаковые группе риска. Я думаю, целесообразнее даже сконцентрироваться на своевременной вакцинации против гриппа. Алтайский край уже получил первый транш вакцин от гриппа – 324 тысячи доз. Всего в регионе планируют привить порядка 60% населения. Чтобы обезопасить себя, в идеале необходимо пройти вакцинацию до ноября. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. И в продолжении темы. На выбор у жителей края нынче три вида бесплатной вакцины. Для детей останется тот же Ультрикс-Квадри. А вот взрослым предложат стандартные совигриппы и относительно новой флю-М. Эта прививка тоже трехвалентная, но с усиленным иммуногенным составом. То есть она лучше вырабатывает иммунитет. Ее рекомендуют ставить в том числе пожилым людям после 60, имеющим хронические заболевания. На бесплатную вакцинацию можно записаться на госуслугах или в регистратуре вашей поликлиники. К слову, от ковида сейчас прививают только платно. К другой теме. Представители туристического бизнеса Турции вновь предложили отменить систему «Все включено», пояснив, что туризм должен развиваться, а это предполагает всевозможные варианты размещения гостей на курортах страны. К примеру, отели без включенного в стоимость путевки алкоголя. Мы пообщались с алтайским экспертом туротрасли Ольгой Решко. Турки хотят еще немножко изменить концепцию отелей для тех туристов, которые, допустим, любят вкусно позавтракать, потом куда-то выехать из отеля и вечером вкусно поужинать. И для тех клиентов, которые выпивают бокал хорошего вина в течение дня или там 50 грамм хорошего коньяка в течение дня и все. Поэтому турки просто хотят немножко улучшить свою концепцию, чтобы и для тех клиентов, которые любят all-inclusive, потому что недавно только на турдоме статистику смотрели и отзывы о том, хотят ли туристы all-inclusive или хотят, допустим, другой тип питания. Где-то процентов 70-80 проголосовало за all-inclusive, поэтому он никуда не денется. Просто появятся еще дополнительно отели, которые дают другую концепцию питания и для другого клиента. Они просто расширяют ассортимент, а не убирают ту концепцию, которая уже пользуется спросом. Две недели остается до начала нового учебного года. 12 тысяч рублей требуется барнаульцам, чтобы собрать ребенка в школу. Так утверждает исследование рекрутингового сервиса. В Санкт-Петербурге и Москве придется отдать на 30% больше. Наша съемочная группа решила выяснить, что подорожало и как собирают в школу тех, кто самостоятельно собраться не может, просто нет на это средств. Передаю слово Данилу Кузнецову. Чем ближе сентябрь, тем больше суеты в магазинах с товарами для школьников. Львиную долю средств нужно отдать, конечно, за одежду. Она, по словам продавцов, за год подорожала где-то на 10-15%. На канцелярию в среднем уйдет порядка 4 тысяч рублей. Цена на канцелярию по сравнению с прошлым годом практически не выросла. А на некоторые школьные товары, например, рюкзаки и пеналы, она и вовсе упала с учетом скидок, поскольку очень большая конкуренция с маркетплейсами. Общие траты барнаульцев на сборы в школу исследование рекрутингового сайта оценило в 12 тысяч. Хотя многие родители и с этой статистикой поспорили бы, доказав, что денег уходит больше. По данным того же сайта в Москве и Санкт-Петербурге, закупка всего необходимого к учебному году выйдет на 25-30% дороже. Притом, согласно опросу, около 9% российских семей берут на это кредиты. Однако, есть и другой вариант для малообеспеченных и нуждающихся. Доброе утро. Здравствуйте. Можно вещи принести? Да. Спасибо вам большое. Конечно, можно. В будущем. В будущем одинскласснику, наверное, да? Смотрите, какой. Для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или в опасном социальном положении, уже 15 лет существует акция «Соберем детей в школу». Она проводится по всему краю. Неравнодушные люди в течение августа сдают в специальные пункты одежду, обувь, игрушки и канцелярию. Мы живем рядышком, все время наблюдаем за деятельностью центра, видим, какие мероприятия проходят, что здесь все сотрудники нацелены на то, чтобы помогать людям. И мы тоже решили приобщиться. И какие-то лишние вещи, которые дома накопились, решили просто отнести и все. В Барнауле нуждающихся семей свыше полутора тысяч. Помимо сборов в школу, им оказывают помощь и другими способами. Все ради того, чтобы дети жили в лучших условиях. Мы разговариваем о том, что в доме сейчас. Есть ли в наличии продукты, действительно работает ли электричество, работает ли газовая плита. Наши коллеги помогают собрать необходимые документы для того, чтобы подать эти документы, эту материальную поддержку. Также для детей из этих семей проводят мастер-классы и праздники. Ближайшее торжество в честь грядущего Дня знаний пройдет уже в следующую пятницу в парке Центральном. После развлекательной программы более чем полтысячи первоклассников получат ранцы со всеми школьными принадлежностями. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. А между тем, зампред комитета Госдумы Виталий Милонов направил обращение к министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой разработать школьную форму времен императорской России. По его словам, единообразие внешнего облика учащихся благотворно влияет на внутреннюю атмосферу школьного коллектива. К тому же, по его мнению, более века в стране существовала традиция школьной формы, уходящая в имперскую историю. Мы спросили барнаульцев, готовы ли они одевать своих детей в такую форму. Мне кажется, не очень удобно будет детям. Слишком много там каких-то мелких деталей. Особенно у меня мальчик. Мне кажется, будет бегать многое. Наверное, будет неудобно. Да. Тебе нравится? Мне нравится. Как вы считаете? Необтурально, я думаю. Красиво, конечно. Ну, не современно, да? Дим, нравится такая форма? Ну, нравится. Детям нравится, значит, современно. Нравится. Нравится? Детям нравится? Нет. А почему? Это обезьянничество какое-то. Ну, зачем? Просто вот сейчас, в наше время. Стандартно. Белый верх, темный низ. Больше нравится форма гимназии. Мы еще пока не собираемся в школу. Надеюсь, не дойдет до этого, до такой формы. Цена на мед, в отличие от других продуктов, если и поднимется нынче, то незначительно, уверяют пасечники. На медовой ярмарке свою продукцию представили 17 районов края. Таежный, луговое разнотравье, дягель, гречишный мед. Сорта разнообразные. Хватит ли нынче полезного продукта всем желающим и почем нынче лакомство, расскажет Мария Костылева. Более 30 видов меда из разных уголков нашего края смогли попробовать барнаульцы и выбрать самый-самый. Медовый праздник притянул сотни барнаульцев к прилавкам. Пчеловоды отмечают, ценник не вырос. Стоимость осталась примерно на уровне прошлого года. Цена формируется, ну, во-первых, это сама работа, насколько она была сложная, какой был помор, опять же, какая была качка, хорошая, плохая. Это, естественно, и доставка, это и емкости, это и сама ярмарка, выход на ярмарку. Они не сильно выросли, если честно, потому что качки приблизительно такие же, но и у нас цены пониже. Пчеловод Евгений Афанасьев в медовом деле с 2000-х. Это почти четверть века. В прошлом году на ярмарку не попал из-за дефицита меда на пасеке. Зато в этом сезоне есть что показать. В прошлом году в наших краях меда не было практически. Была зала, сколько сильная. Я даже не присутствовал на ярмарке. Ну, дефицит был. Дожди повлияли в лучшую сторону. Медодносы выросли очень большие. Мед в этом году хороший. Барнаульцы признаются, ежегодно посещают ярмарку и очень ее ждут. Мед здесь какой-то особенный. Это, во-первых, из наших корней, из каких-то исторических, да, поэтому просто хочется прийти и посмотреть, и буквально руками потрогать. В магазине это как-то официально уже. Ну, и с продавцами поговорить как-то проще получается, и про мед. И меня уже узнают здесь. Медовые прилавки в Медовый Спас по традиции осветил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Кстати, Алтайский край можно смело назвать медовым регионом. Наш продукт любят везде, не только в Сибири, но и в других регионах России. Алтайский край традиционно занимает первое место в Сибирском федеральном округе по переработке меда. И второе место в Российской Федерации мы стабильно занимаем. В Алтайском крае достаточно активно развивается данная сфера. Около 40 предприятий у нас в Алтайском крае специализируются именно на переработке меда и пчелопродукции. Это широчайший ассортимент. Помимо Барнаула, медовые ярмарки прошли в Заринске, Бийске, Рубцовске и Славгороде. В краевой столице она еще действует до конца месяца. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком. Барнаульский зоопарк на этой неделе отметил свой 14-й день рождения. На такие события в лесную сказку обычно приходят до 5000 жителей города. А ведь начиналось все с небольшого зооуголка. Директор зоопарка устроил нашей съемочной группе небольшую экскурсию и поделился планами на будущее. Когда вот читаешь, вернуло хорошее настроение после большого провала. То есть вот человек пришел специально для того, чтобы поднять себе настроение. Сотни отзывов оставляют гости не только из разных уголков страны, но и планеты. Одна из последних записей, например, из Гондураса. Директор зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев читает все отзывы. Конечно, бывает и критика. Волки голодные, их здесь не кормят. Почему сделать такой вывод, мы не знаем, но вот кому-то так показалось. На самом деле животные, по всей видимости, не просто сыты, но и в целом довольны своей жизнью. Иначе бы так активно здесь не размножались. Сегодня в зоопарке более 400 обитателей. А начиналось все с небольшого зооуголка. Две курицы и два кролика, которые были куплены на старом базаре. И все это было уже больше 20 лет назад. Хотя официально зоопарк получил статус «зоопарка» 14 лет назад. И сегодня отмечает свой день рождения. Привет! Привет, Билли! Привет, дайте мой хороший! Привет! Услышал голос, да? В зоопарке очень много животных, которые бы погибли в дикой природе. Со сломанными лапками, отказники. Гиббон Билли, например, жил в квартире. Сейчас у него большой вольер и скоро появится подружка. Кстати, чтобы у Гиббона Билли и у других обитателей каждый день была чистая клетка, еда, вода, в зоопарке каждый день трудятся почти полсотни сотрудников. Иногда даже забирая животных домой. Я откучился. Иди сюда. Иди. От трехмесячного Рика отказалась мама. Чтобы малыш выжил, зоотехники каждые три часа кормили львенка козьим молоком. Кого я только домой не носила, кого я только не выкармливала. У нас были и тигры, были и львы, выкармливали сурикатов. Ну, еще, да, так же вот. В переноске идешь до дому. Они очень благодарны в плане к тебе. Ты к ним хорошо, они тебе тепло дают. На день рождения обычно подводят итоги. В зоопарке за год построили несколько вольеров для новых питомцев. Там поселились харзаба, ибаке, гиббон и дальневосточный леопард. Многое сделано по благоустройству. Также недавно в «Лесной сказке» открыли памятник собаке-герою Варе. Часто задаю вопрос детям, которые гуляют, вы видели росомаху? И они говорят, нет тигров, видели львов, видели жирафов, видели в зоопарках других, в фильмах видели. А вот росомаху нашу алтайскую никто не видел. И мне очень хочется, чтобы в следующем году у нас обязательно появилась росомаха. И на этом, естественно, в зоопарке не собираются останавливаться. Мне часто задают вопрос, а что вам не нравится в зоопарке? Я очень часто отвечаю, многое не нравится, потому что мне хочется большего, мне хочется изменить, мне хочется сделать еще красивее, мне хочется сделать еще уютнее. И, наверное, пока вот это желание во мне есть делать что-то, зоопарк будет развиваться. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. А у меня на этом все. Если у вас есть интересные и актуальные новости, звоните на телефон нашей редакции 205-545 через несколько секунд о погоде мира и добра. Всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok